Ну что, друзья, все видели анонс этого эфира с информацией о мороженом. Наверное, это будет самый первый вопрос сегодняшнего выпуска. Правда ли употребление этого вкусного продукта так уж избавляет от боли в горле? Это программа «Здоровье». Я, Бария Тубронская, приветствую вас всех. Здравствуйте. Спонсор проекта «Здоровье» на РГБК «Дагестан». Многопрофильная клиника Джамси. Редактор субтитров А.Семкин Итак, друзья, тема сегодняшнего выпуска – лорзаболевания, диагностика, современные методы лечения, доступные здесь у нас в республике. И вот все, что происходит в этой теме, мы будем обсуждать с сегодняшней моей гостью в студии. Это лор-врач Республиканской клинической больницы Селемата Бумуслимовна Назаралиева. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. 69-44-72. Телефон прямого эфира прежний. Звоните, обращайтесь. Все, что касается лорзаболеваний. Ангины, аденоиды. Я даже не знаю, наверное, мой сегодняшний собеседник, доктор, продолжит этот ряд. Что относится к лорзаболеваниям, классификации сегодняшнего дня? Лорзаболеваниям достаточно широкий спектр заболеваний уха, горла, носа, трахеи, гортани, носовые кровотечения. Это как осложнение некоторых заболеваний общей травмы, новообразование лорорганов и многое другое. То есть все, что случается в этой области? Да. Скажите, пожалуйста, Селемата Бумуслимовна, ваше мнение, как опытного специалиста, потому что человека с маленьким опытом или недостаточно квалификации, не поставить заведовать лоротделением Центральной больницы Республики, РКБ? Не заведую. Не заведую? Нет, не заведую. Ну и работать тоже вряд ли туда можно попасть без достаточной квалификации. Скажите, пожалуйста, насколько действительно помогает мороженое при боли в горле? И не чревато ли это? Ну, мороженое, да, холодное при боли, да, может обезболить. Даже я так слышала в народе, что есть в некоторых странах даже это практикуют. Но в нашей практике мы это не можем, не используем. Поэтому рекомендовать как мороженое для обезболивания в горле не можем. Есть препараты с обезболивающими местного лечения для боли в горле. Это достаточно. И обезболивает, и снимает воспаление. То есть вы не разделяете оптимизм о любителе мороженого? Ну, да, я бы так сказала. Самый часто задаваемый вопрос, наверное, то, что вы слышите практически постоянно. И от ваших пациентов, и от людей, которые просто узнают, что вы лоро-врач, там, знакомые в каком-то кругу общения. Как долго можно применять сосудосуживающий препарат? Вот эти капельки в нос, чтобы раздышаться, как долго их можно применять без последствий? Их от трех до пяти дней, ну не больше десяти дней. Вообще они применяются при остром рините, при остром насморке. И если будет прием больше, чем указанное время, может возникнуть привыкание. Это пагубное влияние на слизистую носу, в связи с чем они потом уже дают обратный эффект. Ну, смотрите, сельмата бы мусульмана. Люди же не принимают их только потому, что им они нравятся. А за 4-5 дней, за 3-5 дней могут симптомы не пройти. А человек как не дышал самостоятельно, так и не дышит. А что делать в таких случаях? Лечить причину для этого нужно осмотреть нос, то есть сходить к лоррачу на осмотр. Очный осмотр может о многом говорить. Это может быть деформация носовой перегородки, может быть аллергический ринит. А он может и обостриться и во время острого заболевания. Может, это уже идет осложнение в виде гайморита. Даже иногда бывает, что однократное использование некоторых сосудивающих тоже могут вызвать привыкание. Но чаще всего это частое использование. Нафтезии, такие вот препараты, которые любят больные. Глотают буквально. Они прям флаконами. Потому что причину надо устранять. Причину устранить не хотят. Или там времени нету, или там дети, или еще что-то. Есть ли не только длительность опасная, чреватое привыкание? Есть ли какой-то промежуток, который тоже опасен? То есть там меньше месяца нельзя. Потому что если есть наркотонасморк сегодня, его пролечили, он через неделю-две опять может возобновиться. Тем более все эти постковидные синдромы и ситуации, вы понимаете, все протекает совершенно атипично. Вы сами с этим сталкиваетесь. Вот какой тот же банальный нафтезин, жестко, дешевый сердито, который сразу облегчает дыхание. Через какое время его заново можно употребить в курсе? Ну, трудно сказать. Если есть необходимость, его надо возобновить, но при этом параллельно лечить причину. Если это острые противовирусные препараты, возможно подключение антибиотиков, делать рентгенографию придаточных пазух носа, исключить осложнение на придаточные пазухи носа. Потому что просто так заложенность носа не бывает. Либо это осложнение, либо это острое заболевание. Острые линии, это выкновенные. Скажите, Селематова Масмелемовна, может ли человек дома без посещения врача по каким-либо признакам отличить это воспаление, воспалительный насморк, или это аллергический насморк? В принципе, да. Если воспалительный насморк возникает острое, и часто это температура, часто чихание, хотя это характерно для аллергических, но основной отличительный это температура. Температура каши. Говорите, малослушаемый. Здравствуйте. Алло, как вы говорите? Откуда вы дозвонились? Можно узнать? И ваш вопрос, конечно. Скажите, пожалуйста, моё ребёнка, моё ребёнка очень говорим, я его поставляю, но у него постоянно всё в носу, и вот горло взял. К сожалению, прервалась связь. Может быть, у нас инженеры что-нибудь сделали, чтобы возобновить. Получается? Или режиссёр? К сожалению, пропала связь. Если вы дозвонитесь или передадите вопрос через режиссёра, через оператора на телефоне, мы обязательно его озвучим. Итак, можно ли промывать нос в любом случае? То есть, есть ли ситуации, при которых промывать нос нельзя? Потому что промывать нос – это такая самая частая рекомендация даже для профилактики смывать вот инфекцию, которую задний человек мог там нахватать? Промывать нельзя, если кровотечение, если сломка сосудистых. Так можно промывать, но по показаниям. То есть просто так от ничего делать смысла нет промывать. Но прежде чем промывать, естественно, надо восстановить носовое дыхание. Если есть заложенность, опять-таки прибегаем к сосудосуживающим и промываем. Иначе это чревато возникновением среднего острова отита. Наш телезритель, связь с которым сорвалась, передал через оператора на телефоне. Они созвонились наконец. Что речь о том, что у ребёнка аденоиды. Но ничего не беспокоит такого, чтобы сказать, чтобы ребёнку было сложно. Есть ли какие-то народные средства? Потому что сейчас стараются избегать всё-таки препаратов, насколько это возможно. И тем более операции. Аденоиды, смотря какой степени, с какой возраст у ребёнка. Первая, вторая степени лечат консервативно. Лечение подбирается, конечно, индивидуально. И по возрасту смотрят. А вот насчёт народных, ну, мы не практикуем народные препараты. Потому что мы всё-таки придерживаемся стандартов оказания медицинской помощи. То есть есть клинические рекомендации, и вы им следуете? Клинические рекомендации, и мы им следуем. У нас звонок в студию, говорите, мало слушаем. Здравствуйте. 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 Я когда в горе еду, у меня ухо болит. Не закладка эта, это совсем другая болезнь. Она заходит, как будто она, знаешь, вот срывалась там, срывалась. Такая боль сильно отсказывает. Я не могу уже потерю от этого боли. Это не закладка. Это 100% закладка, потому что я не первый раз рею, не первый раз. И сколько времени я спрашиваю, никто ничего не знает, никто ничего не знает. Что может быть вот эта вещь? А вы ходили на приёмку? Это не закладка, это она взрывается, как будто взрывается там что-то. И болит сильные боли, очень сильные боли. А вы ходили к врачу на осмотр? Смотрел врач? Нос, горло, ухо? Ухо, голову, носу я смотрю. Одна мне говорит, это хандроз. А другая говорит, что-то другая, 4-4. Ну, я не могу. У нас в Тодии я в Шамисском районе. Сколько вам лет, можно уточнить? Конечно можно, 73 года. Спасибо за вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Всегда рад судить. Боль в ухе при подъёме на высоту, всё-таки это, я связываюсь именно с разностью давлений кислорода в воздухе, особенно в высокогорном, более разрежённой. Нет, всё-таки человек чётко понимает, что это не заложенное ухо, это что-то другое. Настолько острая боль, разве может быть от заложенности для взрослого мужчины сказать, что это острая боль? Ну, настолько острая боль не может. Да, бывает иногда резко, когда заложена, барабанная перепонка натягивается, резко втягивается в барабанную полость. Может появиться боль, ну, чтобы вот так, как он говорит, может нет. Ну, конечно, нужен осмотр. Нужно сосудистую патологию исключить, нужно неврологическую патологию исключить. Конечно, тут надо. Он тоже не конкретизирует, какой специалист что-то сказал. Скажите, вот он может приехать в РКП и получить у вас консультацию? Может. Здесь проходит. Селимат Абамуслимовна Назаралиева, лор-отделение Республиканской клинической больницы. Я думаю, что в виде исключения, без никаких направлений, вы можете приехать, проконсультироваться, посмотреть. Я думаю, что там достаточно аппаратуры, чтобы уже какие-то уточняющие вещи. По крайней мере, вы будете знать, что делать дальше. Самое главное, исключить какие-то грозные заболевания. Не ездить так часто еще можно. Главное, чтобы не было ничего сложного. И если есть какие-то исследования, анализы какие-то, заключения других специалистов, тоже возьмите с собой. У нас еще один звонок. Говорите, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда можно узнать, вы дозвонились? С Махачкалы. Вопрос ваш? Хронический синусит. Уже 4 года мучает. Как можно вылечить? Хронический синусит – такое заболевание… Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Хронический синусит – такое заболевание, которое полностью вылечить невозможно, так сказать. Но можно предотвратить частые обострения. При этом обычно… Почему обостряется? Вирусная инфекция, присоединение бактериальной инфекции и дальнейшее уже обострение. Естественно, конечно, нужен и осмотр. Там могут быть разные другие причины хронического искривления носовой перегородки. Если есть отеки носовых раковин, так называемый гипертрофический ренит. Естественно, конечно, точный ответ я вам без очного осмотра не могу сказать. Конечно, нужно посмотреть, что происходит на своей полости. То, что мы делаем очень часто, особенно это касается детей, когда ушки болят, когда носит болит. Вот это тёплая соль, прогревание, сухое тепло. Насколько это действенно? Или это тоже из столового разряда, которое вы говорите, мы не придерживаемся? Нет, придерживаясь. Раньше часто употребляли УВЧ, но больше на такой уже статистике. Ради реконвалесценции, то есть поздравления. Потому что особенно если есть острое воспаление, оно может ухудшиться в ситуации. Почему всё-таки растут эти аденоиды, с которыми потом так очень тяжело бороться? Аденоиды тоже полиэтиологическое заболевание. Часто причина аденоидов – это хронические инфекции верхних дыхательных путей. Аденоиды, аллергические заболевания, питание, зависит от этого. Дети очень любят всякие питаться вредными продуктами, чипсы, солёные, вредные продукты. Даже они влияют на рост аденоидов? Они, знаете, это своего рода интоксикация организма. А сами аденоиды – это лимфоэпитериальное глоточное кольцо. Все миндалины, нёбные, носоглоточные миндалины. Это иммунный ответ на частые инфекции. У нас звонок в студию, я вас прерву. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела бы задавать в отпуск у моего внука часто обостряется в армию, через полтора месяца, два месяца. Какую лечение рекомендуете? Хотела бы узнать. А вы проводили какое-нибудь лечение? А сколько лет внуку? Ребёнку скоро будет шесть лет. А, шесть лет. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Это острое инфекционно-аллергическое заболевание, часто именно вирусное. Что тут скажешь? Избегать вирусных инфекций, беречься, закаливание. Это отсрочит возникновение очередного обострения. С возрастом эти заболевания регрессируют. То есть в более взрослом возрасте это уже может не проявиться. Но, конечно, хорошо был почный осмотр ребёнка. Скажите, почему у одних это регрессирует? Как вы говорите, сходит на нет. То есть как всё, что относится к детским болезням, к периоду полового созревания, 12-15 лет, всё это проходит. А у других, наоборот, обструкция, обструктивный бронхейд и вплоть до астмы. Что способствует? Способствует наследственность, может способствовать. И сами категории часто болеющие дети, у них и ослабленный организм, одним словом. Уважаемые друзья, напоминаю, сегодня мы говорим о лорзаболеваниях. Есть ещё масса вопросов, на которых я хотела бы услышать ответы. 69-44-72, вы тоже можете их задавать. Селемат Абумуслимовна Назар Алиева, врач лор-отделения Республиканской клинической больницы. Нас консультирует спонсор проекта «Здоровье» на РГБК «Дагестан» многопрофильная клиника «Джамсинь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Итак, мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Напоминаю, друзья, 69-44-72, звоните, говорим о лорзаболеваниях. Консультирует нас лору-врач Республиканской клинической больницы Селемат Абумуслимовна Назар Алиева. Селемат Абумуслимовна, почему одни аденоиды необходимо оперировать, а со вторыми справляются консервативно, терапевтическим путём? Ну, первая-вторая степень, они маленькие, они полностью не закрывают носоглотку. А сколько времени нужно, чтобы они прям выросли до таких клинически неприемлемых размеров? Ну, по-разному. У маленьких детей чаще всего они могут, ну, не могу конкретно на этот вопрос ответить, потому что индивидуально очень. Бывает, что со временем они тоже, опять-таки, тоже регрессируют, но не у всех. Бывают большие дети тоже идут на операцию. Ну, у нас не делают операции детям, мы в основном взрослые, взрослые патологией занимаемся. Ну, в детской больнице во время обучения я была и видела этих детей. Скажите, пожалуйста, какие-то современнейшие технологии или это банальная, часто встречающаяся септопластика? Какой вид операции лечит ночной храп? Ночной храп. Это, честно сказать, очень большая область тоже. Причины, может быть, разные. Часть всего, нарушения носового дыхания. То есть много причин. Да, лишний вес. Особенно у кого лишний вес. Да, у кого лишний вес, вот эти жировые отложения, они же везде откладываются. И при этом общий просвет дыхательных путей тоже сужается. Деформация носовой перегородки, полипы полости носа, или если есть в нос носовой полости, носоглотки, новообразование. Или элементарный длинный язычок тоже вызывает храп. В общем, причин много, нужно обследование. Многих во время храпа, кто храпят, уже развивает синдром ночного апноэ сна. Вот. И их уже лечат сомнологи вместе с отоларингологами. То есть это как осложнение. Ну, давайте расшифруем апноэ. Это когда человек задерживает дыхание, вообще забывает, как дышать. Да, он спит, у него останавливается дыхание. Ну, такой тяжелый храп должен быть. Останавливается дыхание. Родственники, кто рядом с ним, видят. И они буквально будят его. Ты не дышишь, ты перестал дышать, говорит. Вот. А потом резкий вдох, узвучный резкий вдох. У меня у нас один пациент в палате лежал такой. Вот. Прямо все отделение пугалось. Боялась, что он вот тут задохнулся. Настолько это слышно было. Переживали за него. Я все никак не дойду до септопластики. Вот как говорят, Дагестан, эндомичная зона. Вот желез дефицит на анемии, там эндокринных заболеваний щитовидки. Я считаю, что Дагестан еще эндомичная зона для септопластики. Но у нас звонок в студию. И мы после обязательно к этому вернемся. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Можно ее апеллировать. Расчеление грозное, яблоко отдает. Она как в холодные дни. Вот такие проблемы. А это носослезник канала. Офтальмолог, глазной врач смотрел вас? Да, я смотрел. Какой вам диагноз выставляется? Ну, это что-то... Если вы задержите, что у тебя в машине, что я сейчас вожму, это еще не болезнь. Там среди них... Вы в больнице лежите? Я смотрел. Да. Вы в больнице лежите? Не-не, я думаю, думаю. Может, придете на консультацию? Вы можете прийти на консультацию. Уважаемый телезритель, спасибо, что дозвонились. Вы можете обратиться к нашему сегодняшнему гостю эфира на личную консультацию. Поехать завтра же в больницу, в Республиканскую клиническую, в лоротделение Селимат Абу Муслимовна Назаралиева. Возьмите все, что у вас есть, результаты ваших обследований, и, пожалуйста, пусть у вас все будет хорошо. Почему говорю на консультацию? Потому что часто бывает взаимосвязь глазной патологии с лор-патологией. Я на самом деле не совсем поняла посыл этого пациента, поэтому лучше будет его посмотреть. Да, конечно. Личная консультация даст ответ на все вопросы. Итак, септопластика. Септопластика – это наши носики, это наши переделанные по всему Дагестану носики. Не переделанные, это ринопластика переделанная носика. А септопластика – это уже операция по восстановлению носового дыхания, когда искривлена носовая перегородка. То есть это медицинские показания? Да, это медицинские показания. А насколько часто совмещается ринопластик и септопластик? В большинстве случаев ринопластик совмещается. У нас в Дагестане действительно очень часто встречающаяся патология деформации носового перегородка. Но вообще я не видела, чтобы идеально ровная была у каждого в той или иной мере искривлена. Так, инстинктивно прощупала? На форму носа она не влияет никак, только если травма была ранее, только если это травматической природы. А так, если нарушено носовое дыхание, то показана операция септопластика. Скажите, есть такая проблема, как вывих или подвывих, как вам правильно называть, носовой перегородки. Это вправление вообще возможно, если это многолетняя история, если это было в детстве? Ну, это тоже разновидность деформации носовой перегородки. То есть по ходу операции там уже исправляется этот дефект. То есть это все равно надо оперировать? То есть как вывих, как вправляет сустав, это не вправишь? То есть потому что да, это в результате травмы. Это костная носовая перегородка, хрящевая часть прикрепляется к костной части, к гребню. Вот она смещается там уже внутри, слизистая, или надо сразу после травмы оказывать помощь. А бывают такие подвывихи, вывихи тоже, как несогласованный рост при лицевом скелетах, хрящевого и костной скелетах. Скажите, а насколько это сложная операция? Ну, не очень сложная. Ну, чтобы ее овладеть, надо, конечно, немножко потренироваться, хорошо так сказать, обучаться. Скажите, я очень часто вижу вот ринопластику, септопластику. Я прекрасно понимаю людей, когда говорят, как можно переделать что-то в себе. Ну, если у тебя настолько зациклен, и есть такой комплекс, да, то лучше это сделать и избавиться, потому что настолько глубоко у людей вот эмоциональный дискомфорт, практически душевный дискомфорт, из-за того, что они считают, что им это необходимо. И лучше уже сделать и обрести там покой в душе. Ну, это моя личная позиция, чисто субъективная. Ну, я очень много вижу вот людей с ринопластикой, риносептопластикой, у которых не то что расползается, но вот первоначальной вот этой формы носа, она не сохраняется. Почему так происходит? И насколько это неизбежно? Или это специфика вот проведения ринопластики именно у нас в Дагестане? Всегда было это интересно. Ну, там в ходе операции я не очень хорошо могу ответить на этот вопрос, потому что сама ринопластикой я не занимаюсь. Вы делаете септопластикой? Септопластикой, да. Ринопластика – это больше как пластическая хирургия, но врачи тоже делают. Даже я бы сказала, лучше лор-врачи делают. Лучше лор-врачи делают, потому что им там и септопластика, и структуру полости носа надо сохранить. Но, да, действительно, есть такое. Там как-то же так правильно сказать. Именно в районе переносицы ощущение, что вот это утолщается. Вы понимаете, о чем я говорю? Да-да-да, понимаю. То есть первоначально это бывает одна форма носа, проходит год-полтора, и ты видишь, что очень сильно меняется все. Ну, за год-полтора, да, меняется. Пластические хирурги делают с учетом этих изменений, что он со временем может немножко осесть, поэтому делают с учетом этих изменений. И, во-первых, это реактивный отек, это объемная операция. Часа два-полтора длится в зависимости от того, кто делает. И этот отек, вот эти рубцовые ткани, пока они все рассосутся, и поэтому форма носа потом другая становится. У нас звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 Откуда вы дозвоните? Мне такой вопрос. Можно, да, говорить? Да-да-да. Конечно. Да, мне такой вопрос. Я уже около пяти лет пользуюсь регионерным спрейом в нос. Там в инфекции написано, что я диабетик, у меня ампутированный пальц в ног. Нельзя больше 7 месяцев пользоваться тем. Ну, без этой регионерной нормы я уже, раньше я пользовался нацизином, теперь вот это не помогает. Говорят на сердце влиять. Как мне быть в данной ситуации? Объясните, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Спасибо вам. Вам спасибо. На самом деле мы уже поднимали этот вопрос. Опять-таки надо лечить причину. Вы, я не успела спросить, ходили ли к лор-врачу. Поэтому хорошо бы посмотреть у вас причину устранить. Может, повышать на консультацию, я правильно понимаю? Может, носовая перегородка искривлена. Может, полипы. Может, гипертрофия носовых раковин. Поэтому лучше посмотреть. Я чувствую, что завтра будет интенсивный прием. Можете завтра приехать в лор-отделение Республиканской клинической больницы и обратиться к Селимат Абу-Муслимовне Назаралиевой. Так мало времени осталось. И осталось так много вопросов. Да. Скажите... Самые интересные вопросы. Осложнение лор-заболеваний. Самые такие случаи, которые даже вас испугать могут. Что это? Да. Осложнение лор-заболевания. Внутричерепные осложнения, внутриглазничные осложнения. Осложнение гайморита. Внутричерепные, внутриглазничные. Это абсцесс параорбитальный. Это осложнение гайморитов, фронтитов. Параорбитальный абсцесс. Синус тромбоз. Абсцесс мозга. Менингит. Осложнение хронических гнойных средних отитов. Это синус тромбоз. Это абсцесс мозга Это менингит Менингоэнцефалит Обсложнение фурункула в носа Синус тромбоз Это кавернозного синуса Сепсис Это грозное осложнение Жутко Конечно, редко бывает Но бывает Травматизм в лорпрактике Насколько это частая история? Очень частая история Каждое дежурство 2-3 человека Обязательно бывают с различными травмами лорорганов Чаще всего встречается Перелом костей носа Ушибы Перелом хрящей Ушной раковины Борцы Проходят с поломанными ушами Как в народе говорят Изредка бывают ушибы гортани Особенно когда Или удушение Или удар в гортань на тренировках Скажите, когда эти ушки ломают Нашим прекрасным борцам Бойцам Единоборцам Первую помощь оказав Можно как-то избежать Этой чудовищной деформации? Можно Нужно соблюдать все инструкции врача Приходит человек Мы оказываем помощь Даем рекомендации Их надо соблюдать Строго Созданно Говорите, мы вас слушаем Я извиняюсь, приоритеты Мне пришлось вас перелить Да, да, да Ничего страшного Говорите, здравствуйте Алло, здравствуйте Здравствуйте Откуда вы дозвонились И ваш вопрос? Это я звоню у НИБА У меня маленький вопрос Вот ребенку в возрасте 2 года сломали нос Вот перегородки Искривление позвала Это перегородки носу Он его дышит Офиг трудно, когда ложится спать И вот внезапно на фоне этого Может возникнуть анемия у ребенка И в каком возрасте можно оперировать ребенка Искривление? Спасибо за вопрос Спасибо за вопрос Ну, анемия на фоне перелома Если там не было кровотечения профузного То он не может быть А оперировать это постарше, конечно С другой стороны, он ослабленный Он гипоксичный И на этом фоне вполне может развиться анемия Причин анемии надо во всех случаях В любом случае разные причины анемии Какая анемия? Железодефицитная В12 дефицит Она может усилить, но быть самой единственной причиной Наверное, вряд ли я осмелюсь там предполагать Кишечные заболевания, конечно, причины надо искать Скажите, пожалуйста Носовые кровотечения Как правильно останавливать? И как помочь правильно близкому или человеку? Или вы становитесь свидетелем того, что происходит? Как правильно помочь? В первую очередь измерить давление Особенно если это взрослый человек Всю человеку хлещет из носа кровь, пока ты ему давление меряешь А если у него высокое давление, он будет еще больше хлещет Если хлещет прям из носа сильно Естественно, звать скорую помощь Скорая помощь доставит к врачу И, соответственно, и давление они померят Скорая помощь затампонирует Легкую тампонату и привезет к нам А дальше мы уже на уровне больницы Легкая форма кровотечения Правильная помощь у нас будет после звонка Говорите, мы вас слушаем Здравствуйте Здравствуйте Это я опять, Магомед Я очень сильно храплю Что мне делать? Можно ли лечить этот или нет? Я слышал здесь что-то Как-то что-то делает Спасибо за вопрос Пожалуйста Вот как раз Да, вот как раз надо посмотреть вас Какая причина храпа Вот То есть у вас теперь не одна причина У вас две причины Поехать и проконсультироваться Нашего сегодняшнего врача Вам здоровья и всех благ Итак, если легкое кровотечение Как правильно помочь? Чтобы эта кровь не затекла в желудок Чтобы не было Особенно если там подросток, ребенок Легкие носовые кровотечения Часто это идут из зоны кисельбаха То есть передней кровотечения Можно смочить кусочек ваты Перекиси водорода И положить в полость носа Или, как наглядно покажу Придавить Ну и естественно вызвать скорую помощь Потому что мы уже не знаем Она легкая или нелегкая Дальше во что это вольется А дальше уже, конечно, Обследовать причину носовой кровотечения Потому что носовой кровотечения Это симптом запаливания Очень болезненная история Острые и средние гнойные отиты Потому что не зря говорят Что боль в ухе Это боль зуба в кубе Если вообще можно математически Какие-то параметры применять Если, да, особенность Это острый гнойный средний отит Там никакими обезболивающими Могут не обезболиваться Самолечением лучше не заниматься Боль в ухе Если это наружный отит Диффузный наружный отит Это лечит лучше А вот средние гнойные отиты Острые Особенно даже хронические Часто еще и приводят К осложнениям внутричерепным Самолечением лучше не заниматься Не запускать Рекомендации врачей соблюдать При возникновении острой боли На прием к луну врачу Мы, говоря об осложнениях Не упомянули Те формы, с которыми чаще всего вы сталкиваетесь Потому что их очень много Но самых тяжелых привозят к вам В центральную больницу Вот с чем вы сталкиваетесь На сегодняшний день Ну, да, есть Последние годы их не так много Но бывают чаще всего Это менингиты Бывают, атогенные менингиты Чаще именно атогенные менингиты Чем риногенные То есть из-за уха Из-за хронических заболеваний уха Нелеченные заболевания В хронические гнойные средние отиты Проходят с разрушением костной ткани Он рано или поздно может приводить Вот именно к таким осложнениям Поэтому тут надо решать вопрос Оперировать плохо или не оперировать В общем, осмотр Все упирается в очный осмотр Лечение ангина Врачи рекомендуют лечить ангину не тогда, когда болит горло И обострение Вот с этим надо справиться Снять обострение Чтоб человек благополучно себя чувствовал А вот как раз таки лечить ангину Рекомендуют состояние полного благополучия Почему? Это, если часто ангина Так называемый хронический танзелит Вот его консервативный Это консервативный метод лечения Если не показан хирургия Лечит консервативно Можно стационарное, есть амбулаторное Есть процедуры промывания миндалей Физиопроцедуры, лазерные процедуры Лазеротерапия, вернее Особенно хороший эффект Промывания лакун-миндалей Лакунометрия Это что? Лакунотомия, скорее всего Там, наверное, опечатка Лакунотомия Это Исечение лакун Расширенных Расширенные лакуны То есть вот эти щели в миндальных Они собирают в себя инфекцию Пищевые остатки Эпителиальный детрит Это все скапливается И один прекрасный день Вызывает очередное обострение При частых обострениях Если не показана Тонзилоктомия Иссекают эти лакуны То есть эти щели постепенно Это все рубцуются и закрываются У нас звонок в студию Здравствуйте Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер У меня постоянный Заложение в нос И нос такая Головная боль Постоянно Что бы ни сделала Я не могу лечить И вот что мне делать Вы сейчас говорите Через нос Вы обращались к врачу? К лору врачу? Я? Да, да К лору врачу Обращалась А на промывание сделали Мне гайморит Говорит Что Вот на гайморита Лечение тоже сделала Я никак не Не могу я Лечить его Не знаю А сколько времени У вас заложено с носа? Почти Почти Два-три месяца Два-три месяца Да Вас надо дообследовать Дообследовать Вас надо дообследовать Посмотреть Полость носа Если есть необходимость Он входил В этом больнице Лежало Прогревание Прокол делали Мне Лечение Написали Всем Без толка От этого Никак не могу Я когда лежу Тишать не могу От этого носа Может возникла Лекарственная Зависимость И кровь Выходит С одной стороны Возможно Лекарственная Зависимость Уже могла Развиться Не знаю Ну конечно Нужно Какого Всякие Лекарственные На нос Которые Вот Брызгают Возможно Лекарственные Привыкание Скорее всего Но надо Посмотреть Конечно И это Тоже Можно Вылечить Когда Мой собеседник В студии Говорит Надо бы Смотреть Это говорит О том Что человек Приглашает Вас К себе На консультацию Какие-то Исследования Все Что у вас Есть На руках Принесите И я думаю Селемат Выписка Которого Проконсультирует Вы решите Что делать Дальше И большим Для вас Положительным Эффектом Современные Современные Методики Лазерное Прижигание Современные Методы Исследования Что доступно Дагестанцам Сегодня В центральной Клинической Больнице Центральная Больница Современно Лазерное Прижигание Тоже У нас Есть Эндоскопических Шейвер Он ушел Из строя Конечно Шейвер Эндоскопические Операции Делаем Так Что еще Сказать Под микроскопом Оперируем Уши У нас Винус Кодес Оперирует Уши Смотря Какие Операции Некоторые Операции Мы не Можем Технически Выполнять Мы Направляем За пределы Ваши пожелания Нашим зрителям Вот Ваша Камера Говорите Прекрасные Слова И пусть Они все Сбудутся Дорогие Телезрители Я вам Всем Желаю Здоровья Счастья Благополучия Никогда Не болеть Мирного Неба Над головой Спасибо Большое Вам Тоже Всего Самого Доброго Пусть Ваше Отделение Цветет И развивается Пусть У вас Все больше Современных Аппаратов Будет И несмотря Ни на что Вы будете Обеспечены Всеми Необходимыми Препаратами Здоровья Цветущих Уходящих Счастливыми Выздоровевшими Пациентов И личного Благополучия На этих Прощальных Словах Сегодняшний Наш эфир Заканчивается В этой студии Увидимся Ровно через Неделю Я прощаюсь С вами Берегите себя Мне нравится Что есть Редактор субтитров